Всем привет с моим каналом Супер Хью Маскере и День Ушедших это первый фильм в истории Ниндзяга, но создавали его, как и в принципе всё Ниндзяга, для рекламы игрушек, но из-за маленького хронометража получается какая-то каша. Так ли это? Сегодня узнаем. Ну а пока ставьте лайки, подписывайтесь на канал, переходите в телеграм по ссылке в описании и делитесь роликом с друзьями. Начинаем! Ниндзя на новой технике едут к музею, в это время Коулс боит, но обошлось. Ниндзя празднует День Ушедших, праздник воспоминаний и почёта умерших. Доктор Сандерс, не тот что из KFC, демонстрирует новую выставку фигур. Коул же отвлекается на постамент Янга и по какой-то неведомой мне причине его начинают не видеть. Ниндзя помимо невидимого Коула разъехались, чтобы вспомнить родных. Очень красиво, вся эта философия, ну прям душевная. Коул едет к храму Янга, а Ронан решает поворовать. Камин встречает сенсея без ученика, он совершает опрометчивый удар и из вазы, прям как из школьного туалета, вылетает дым, который оживляет статуи. Эта система с ожившими фигурами напоминает мне старенький фильм «Ночь в музее». Словом... Ходячие мертвецы беседуют с картиной Янга. Он даёт всем миссию убить ниндзя. К ним присоединяется Пайтер, который после завершения своей арки в четвертом сезоне, а именно он стал Труанакандраем, вернулся на второй круг. В совете у нас Пайтер, чьи мотивы меняются в раз, Самука и Моро, предатель позорный, Чен, чьи пушки палят, Козу и глава... Войско железных солдат. Захваченный Коул слушает бэкграунд Янга. С помощью клинка он захотел получить бессмертие, но обосрался и стал призраком. Благодаря Коулу он сможет воскреснуть, ибо воздух наполнен магией. Нихуя не понял. Ну, очень интересно. На ниндзя нападают статуи мертвецов. О, господи, как они победят! Кай не сражается с Ченом, Ллойд Спайтером, Джейсом Укаем, а Зейн берёт на себя войско железных солдат. Из металлолома! Коулу надоедает нахождение в заложенном состоянии, и тот бежит. Он исследует комнаты в поисках Янга, но находит его учеников и сражается с ними. Моровинт, оказывается, не злодей, а помощник героев, что круто, персонажи не слили. Кстати, о сливах. Все злодеи проигрывают буквально за минуту Махача. Даже Даррет побеждает своих врагов. Даррет! Лишь Янг остался с занозой в призрачной заднице Коула. Призрачный мастер открывает портал и готовится вернуть себе тело. Коул мешает ему, и они начинают драться, а ниндзя допирают, что забыли Коула, и решают ему помочь. Призрачное сражение с призрачными шансами на победу продолжается. Коула заряжает мотивацией прибывшие друзья, и он готов победить. Но предлагает Янгу вместе пройти через портал и стать людьми. Но Янг как... Крыса! Придает Коула, за что поплатился. У храма всегда должен быть хотя бы один призрак. Коул вернулся, а храм Янга стал домом для ниндзя. Все счастливы? Хэппи! По итогу, День Ушедших очень скучное и бессмысленное произведение. По факту, он нужен только для рекламы игрушек и воскрешения Коула. Ибо человеческое лицо продается лучше. Злодеи не раскрыты. Их слили за минуту. Короче, посредственно. Впереди седьмой сезон. Ожидаем. С вами был канал Суперхиро Маскери. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Переходите в телеграм по ссылке в описании. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok